Социологи фиксируют практически полное выпадение темы пандемии коронавируса из повестки жизни российского общества. Это произошло на фоне новых событий, захлестнувших медийное пространство. Однако, по данным ВОЗ, за последнюю неделю марта число летальных исходов при COVID-19 в мире выросло аж на 43%. В ближайшие недели специалисты ожидают новую вспышку болезни и в России, которая сейчас находится в нижней межволновой точке. По их данным, новый штамм коронавируса «Стелс-Омикрон» уже распространился практически по всей стране. Как отмена антиковидных ограничений повлияла на распространение вируса? Насколько необходимо вакцинировать детей? Как перенесли COVID и как прошла реабилитация после перенесенного заболевания? И что нужно делать, чтобы как можно скорее почувствовать себя здоровым в полной мере? На эту тему наша съемочная группа решила поговорить с жителями Тверской области. И вот что из этого вышло. Последствия, я считаю, ощущаются по-разному в зависимости от возраста. Если возраст человека побольше и у него есть какие-то хронические заболевания, естественно, ковид на это давит. Я переболел довольно-таки раза три. Я особо даже не почувствовал. Я болел три дня, у меня была температура 38, мне выписали таблетки, БЦЕ и ингаверин. В принципе, последствий никаких не было у меня. Я поправился хорошо, и единственное, что да, слабость у меня была, как и у всех. У кого-то месяц, у кого-то два. У меня где-то было недельки полторы-две. Мы не делали, потому что мы переболели, поэтому как-то мы обошлись естественным путем. А комментировать как бы? Ну, я думаю, что каждое дело поступает родитель, как ему считать нужно. Нужно делать. Поэтому, я думаю, врачи знают, как лучше поступить. Да, я болела, все мои родные болели ковидом. Мы перенесли, слава богу, хорошо, без последствий. Но как предостеречь себя от ковида? Просто вести правильный образ жизни, не пить, не курить и быть на позитиве. На мне это особо сильно не отражалось, но сейчас, да, я хожу в зал специально для этого, возможно, специально для этого, чтобы восстановить дыхалку, ту же самую. Ну, а так, не знаю, но у молодого поколения редко прослеживаются сильные последствия. В первую очередь, это обязательно витаминотерапия, это обязательно прогулки на свежем воздухе, это позитивный настрой, программировать себя на скорейшее выздоровление, восстановление своих важных функций. И, естественно, выполнение рекомендаций своего лечащего врача, потому что, как известно, у нас у многих есть хронические заболевания. И ковид – это такое заболевание, конечно, которое бьет по всем системам органов. И заставляет нас больше обращать внимание на состояние своего здоровья. В колледже мы учимся, нам как бы, ну, не то чтобы приходили и принуждали там что-то делать, но как бы советовали, да, по учебе, но это именно преподаватели как бы. А так вообще, я, например, считаю то, что, ну, сейчас отменили вот это все вот эти масочные режимы и так далее, но, как бы, ковид-то, он никуда не ушел, люди все равно болеют, поэтому, как бы, я считаю то, что все равно еще нужно остерегаться и маски носить. Ну, и прививки, я считаю, тоже это эффективно. Вот у меня, например, все привиты. Я считаю то, что маски все равно по-хорошему в общественном транспорте нужно бы вернуть. Конечно, да. Или в магазинах, потому что, ну, где массовое скопление людей, я считаю то, что маски нужно вернуть.